В Твери завершился первый этап Всероссийского конкурса работников телевидения «ТЭФИ Регион-2024», организатором которого выступил фонд Академии российского телевидения. На нем побывала съемочная группа нашего телеканала. В этом году на конкурс прислано 515 работ. Они оценивались в специальном жюри по 18 конкурсным номинациям. Финальный день работы форума отметился несколькими мастер-классами и встречей с ведущими журналистами федеральных каналов. Они рассказали о своем опыте ведения прямого эфира, о том, как готовятся современные новости и как быть готовым к различным профессиональным вызовам. Участники дискуссии отметили, что «ТЭФИ Регион» имеет особое место в отечественной телевизионной индустрии. Президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой в эксклюзивном интервью либеретскому телевидению заявил. Я думаю, что «ТЭФИ Регион» – это удивительно интересный конкурс, потому что журналисты, которые работают в региональных каналах, на региональных каналах, конечно же, значительно ближе к своей публике, к своим зрителям. И у них совершенно другой тип ответственности за любую местную новость. Потому что они потом выходят из студии, сталкиваются с героями своих программ. Это совершенно другая вещь, чем когда на федеральных каналах все-таки люди говорят о таких более глобальных проблемах, которые нечасто пересекаются к повседневной жизни. И, конечно, «ТЭФИ Регион» – это очень энергичные, активные, изобретательные журналисты, которые работают в очень сложных условиях. Многие нынешние звезды телевизионного «Олимпа» сами когда-то участвовали в подобных конкурсах. Об этом нам рассказал ведущий новостей Первого канала Максим Шарафуддинов. «ТЭФИ Регион» для ведущего Первого канала – это, на самом деле, несбыточная мечта, потому что я не один год, будучи телевизионщиком-региональщиком в Казани, принимал участие в этом конкурсе. В составе большой команды новостей телеканала «Эфир» города Казани, да, мы побеждали, по-моему, если мне не изменяет память, в 2004 году. А в индивидуальной номинации, да, 20 лет назад получается, а в индивидуальной номинации у меня никогда не было подобных призов, поэтому я смотрю и я искренне радуюсь тем, кто получает персональную статуэтку». Завершился конкурс церемонии награждения финалистов, которая проходила в Тверской академической областной филармонии. Это событие подвело итоги первого раунда телевизионных соревнований. «Мы понимаем, что региональное телевидение – это особое телевидение. Коллега из Артёма, Приморского края спросил, а вот как вы считаете, что в конкурсе регионального телевидения принимают участие муниципальные компании, а среди нас сегодня больше 120 компаний, поэтому, как вы понимаете, не только регионы, но и муниципалитеты. Я встретил своего студента Коглядышева, который приехал из трензионной компании «Люберис» подмосковных. Региональное телевидение – я очень ярко за жизнь работал на федеральном телевидении, всю жизнь. Но региональное телевидение обладает особым контактом с реальностью. Это совершенно особое ощущение близости к тому, что происходит, к тому, что люди, которые делают телевидение в регионах, потому что более и более секундитетных, они потом выходят и встречаются с теми людьми, о которых их хорошо знают. Конкурс проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Заключительный этап ДЭФИ «Регион-2024» пройдет в Туле с 18 по 21 ноября. Анастасия Кладинова, Вячеслав Широкий, Николай Пивненко и Илья Рыков. Телеканал ЛТВ.